Господин Монцелот, мне приказано попрощаться с вами. Ну что ж, давайте попрощаемся на всякий случай. Да. Бой будет серьезный, может быть, что можно случиться. Господин Монцелот, я хотел сказать вам про прощение, что я люблю вас. Не садитесь, я просто очень хотел, чтобы вы это знали. А мне казалось, что вы все равно вызвали бы на бой дракона, ну, даже если бы другая девушка была на моем месте. Конечно, вызву бы. Я не терпит на его дракон, дочек. Но ради вас я готов задушить его голыми руками. Хотя это очень противно. Значит, вы любите меня? Подумать страшно. Если бы вчера на береглезке трех дорог я повернул бы налево, а не направо, вы бы никогда не встретились. Какой ужас, да? Да. Страшно подумать. И город ваш я считаю своим родным, потому что вы в нем живете. Если меня... Ну, словом, если нам не удастся больше поговорить, вы не забывайте меня. Нет. Не забывайте, я странник, легкий человек, но вся жизнь моя проходила в тяжелых боях. Тут дракон, там людоед, там великан. Возишься, возишься. Работа колопатлива, не благодарна. Но я никогда не уставал, всегда был счастлив. Часто нагулялся. Часто? Ну, ходишь, бродишь, дерешься. С девушками знакомы сейчас. Они всегда в какие-нибудь истории попадают. То в плен к разбойникам, то на кухню круто едут, потом бежал к великанам. А эти мерзавцы всегда выбирают девушку получше. А за другую дверью. Ну, с тем я все больше шутил, смешил их. А вас, если бы мы были одни, все слова, и увел бы вас отсюда, далеко-далеко. Не будет. Не будет нам с вами счастья, господин Монцелот. Мы будем счастливы. Нет. Я всегда говорю только правду. Нет. Мы будем счастливы. Нет. Эх. Разве знают? Разве знают в вашем бедном народе, как нужно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие. Сгорят тебе, исчезут навеки. Вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться. И просыпаясь, будешь улыбаться и звать меня. Вот как ты будешь любить меня. И деревья в лесу будут ласково сговорить с нами. И звери, и птицы. И все будут рады нам, потому что настоящие влюбленные все понимают и заодно со всем миром. Потому что настоящие влюбленные приносят счастье. А я... Я уже и теперь счастлива. Ты знаешь, со мной так еще никогда не говорили. Я даже не знала, что есть на земле такие люди, как ты. Вот еще вчера мне казалось, что я тебя ненавижу. А это я тайно-тайно влюблялась в тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Какое счастье сказали-то прямо. Я люблю тебя. Я люблю его. И он убьет тебя. Это истинно право, господи. Спасибо. Продолжение следует...